Кровь стекает по иконе, заливая лик спасителя, свертывается и собирается в сгустки. Одно из дречайших явлений, кровоточащая икона, предстала перед верующими в Самарском храме Кирилла и Мефодия. Чудо произошло 15 лет назад в Оренбургской области, в доме семьи Ефимовых. Да, конечно, испугались, потому что в доме стоял терпкий запах крови. Это было так, ну как бы, страшное знамение, я вам скажу. Но к чему оно, никто не знает. Один только ведает Господь. Сначала образ спасителя начал мироточить. Вместе с ним еще более 20 икон в доме выделяли мира. Паломники со всей России и не только приходили поклониться чудотворным иконам. Момент, как капелька крови выступила на образе, очевидцы вспоминают до сих пор. На лбу, где у спасителя терновый венец, оттуда стали выделяться крови. Это было просто на глазах. Мы читали вот Акафиста, это спасителя. И просто на глазах наших выходила кровь. Это было чудо. Эта вот икона, туда же спасителя кровоточили. Это обыкновенная картонная икона. Вместе с кровоточащим образом спасителя в Самару привезли еще несколько чудотворных икон. Одна из них останется в храме в Новокуйбышевске. Еще одна кровоточивая икона Матери Божьей взыскания погибших в Самаре в храме Кирилла и Мефодия. Сейчас эти иконы от нас увезут, но надо всегда помнить, что любая икона искренне верующему человеку может быть чудотворной. И через любую икону Господь может сотворять чудеса. И не только через икону, а и через молитву, через всякое доброе дело, через всякое приближение к Богу. Поэтому вот это важно помнить для того, чтобы трезво относиться к чудесам. Десятки верующих пришли в храм приложиться к чуду. Каждый просит о своем. Хранители икон рассказывают, те не раз совершали чудеса. Женщины, просившие о ребенке, вскоре узнавали о беременности, а больные исцелялись. Из Самары святыня отправится в Ульяновскую область, а потом, до самой Пасхи, совершит паломничество по городам Белоруссии. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов. События.